Флора Аламоутс. Серебряный меридиан. Часть вторая. Джеймс Эджерли. А лучшая в искусстве перспектива. Глава двенадцатая. Ровно через месяц, 12 июня 1599 года, в день солнцестояния и новолуния, произошло событие, навсегда оставшееся в истории. В этот день в Саутуарке, по случаю открытия нового театра, показывали Юлия Цезаря. Пьесу играли на сцене нового театра «Глобус». История строительства этого театра и баталий, этому предшествовавших, началась в тот год, когда пьесы Уильяма начали издавать с именем автора на титульном листе. А на сцене одну за другой играли комедии о счастливой и преданной любви. Их героини то переодевались в мужскую одежду, отправляясь в отчаянное путешествие за своими возлюбленными, то вместе со своими достойными кавалерами являли публики торжества остроумия, юмора и красноречия. Бесплодные усилия любви сменились пьесой, в которой впервые появилась удивительная пара – Генедикта Беатрича, полюбившейся публике живой остроумный дуэт. Много лет спустя один из зрителей писал в воспоминаниях. В ожидании Беатричи и Бенедикта публика доверху заполнила портер галереи ложа. В том же году Фрэнсис Мерес, магистр артиум обоих университетов, а также составитель учебников, опубликовал труд, названный «Сокровищница ума». «Как Плафт и Сенека считались лучшими мастерами комедии и трагедии у латинян, так Шекспир в обоих этих жанрах превосходит всех среди англичан», – писал Мерес. «Кажется, музы говорили бы отточенными шекспировскими фразами, умей они говорить по-английски». Далее автор перечислял трагедии «Король Иоанн», «Ромео и Джульетта» и комедии «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец» и «Вознагражденные усилия любви». Эту пьесу «Вознагражденные усилия любви» Уильям написал после издания «Бесплодных усилий» летом, когда Том отправился в Венецию, чтобы вернуться осенью и услышать ответ Виолы. Он надеялся, что Том сможет занять в душе Виолы место, все еще занятое тем, усилия любви к кому оказались бесплодны. «О, если так она платить умеет, дань сестринской любви, то как полюбит, когда пернатой золотой стрелой убиты будут все иные мысли, когда престолы высших совершенств и чувств прекрасных, печень, мозг и сердце навек займет единый властелин». Тем временем «Тайный совет» по-прежнему требовал снести все театры. Однако не так-то просто справиться с публикой, а уж тем более с актерской братьей. Новые театры возникали и в центре города, и на северных его окраинах, в частности «Фортуна» и «Голова вепря». Слуги лорда-адмирала продолжали играть в «Розе», а слуги лорда-камергера – в «Куртине». Проблемы театра вынуждали основное ядро труппы Ричарда Бербиджа, Уильяма Шакспира, Кадберта Бербиджа, Уильяма Кемпа, Томаса Пуупа, Джона Хеймингса, Агастина Филлипса и Генри Кондала собираться едва ли не каждый день в доме Бербиджей. Их переговоры с Джайлсом Алленом, владельцем театра, по поводу аренды зашли в тупик. Компания искала выход из создавшегося положения, и он был найден. Такой же дерзкий и отчаянный, как вся кочевая жизнь этой отважной когорта. Хозяину по контракту принадлежала земля, но не сам театр. Так пусть и остается со своей землей, а театр они перенесут на новое место. После Рождества 1598 года большая компания, вооруженная, как потом свидетельствовал Джайлс Аллен, шпагами, кинжалами, пиками, топорами и тому подобными предметами, принялась крушить здание театра, из-за чего жители Шордича пребывали в большом беспокойстве и испуге. Большое беспокойство продолжалось четыре дня. Разбирали стены, грузили бревна на телеги и переправляли на пароме и по лондонскому мосту на другой берег реки. Здесь, на южном берегу, в Саут-Уарке, на участке, взятом Бербиджеме в аренду на 31 год, театр собрали заново. К лету слуги лорда Камергера привели участок в порядок. На время актеры превратились в плотников и садовников, и, дружно закатав рукава, подбадривая себя шутками и песнями, строили, мастили, копали, перекапывали и застилали. Том взялся помогать им. Он привлек к строительству лучших плотников и рабочих с верфей и доков. Вокруг театра разбили сады и построили несколько домов для сдачи в наем. Джейлс Аллен пытался взыскать с Бербиджей по суду 800 фунтов за причиненный ущерб. Два года дело рассматривалось в разных инстанциях, но Бербиджи действовали в рамках закона, и Аллен проиграл. Теперь совладельцами театра стали пять пайщиков, взявших на себя расходы по обустройству театра, в число которых вошел и Уильям. Отныне ему принадлежала десятая часть театра, в котором он играл и для которого писал пьеса. Он переселился в один из домов на земле при театре. Его соседями стали Агастин Филлипс, Томас Поуп, Эдвард Аллен и Филипп Хенслоу. В документах 1599 года существует запись о том, что дом с примыкающим садом в приходе спасителя в Саутварке занят Уильямом Шекспиром и другими. «Очень долго спорили о названии театра. Оно должно было устроить всех. Слово должно быть как театр, рассуждал Уилл, как дом, город, земля. Однако театр, театр уже был. Чем плох дом?» – спрашивал Бербидж. «Нет, это мелко. Это же вселенная. Мироздание. Сфера?» – предложила Виола. «Глобус!» – воскликнул Уильям. «Глобус!» Случается, что несколько судьбоносных событий в жизни совершаются почти одновременно. 12 мая Том планировал вывести корабли из порта. 12 июня должно было состояться открытие театра. Осевая линия здания театра отклонялась от севера к востоку на 48 градусов. Таким образом, она точно совпадала с осью летнего солнцестояния. По словам Звездочета, это было лучшим временем для открытия нового дома. «Том, а нельзя вам задержаться на месяц?» Уилл не мог поверить, что Виолы не будет на первом спектакле в «Глобусе». Прости, Уилл, нет. Не только на суше живут по звездам. После прощания с ними Уилл спасался от приступов тоски, погружаясь в работу над новой пьесой, предназначенной специально для открытия. На премьере он играл Брута, а Бербич – Цезаря. Едва прозвучали финальные слова, Уильям поднял глаза на галереи и увидел ее. Память сделала все, чтобы в этот миг он забыл, как изменилась их жизнь месяц назад. Мгновение, когда он понял, что чувство обмануло его, вернув в действительность, он запомнил навсегда. Боль была невыносимой. Глотнув воздух, стараясь устоять, он схватился за плечо Бербиджа, изображая дружеское объятие, а на самом деле стараясь удержаться на ногах. Свет померк. Перед глазами наплыло густое, розовато-серое в зеленых и желтых узорах Марьева. Грудь давила и резала так, будто это он сам, а не Брут, бросился минуту назад на собственный меч. Дик. Едва слышно сквозь полу открытые губы проговорил он. Не отпускай меня. Бербидж увидел крупные капли пота на его бледном лице. Что с тобой? Уведи меня. Прошептал он, и они, медленно отступая, вышли в дверь задника сцены. Уилл осел на руках Бербиджа, точно из него вынули кости. «Лекаря!» — крикнул Ричард. «Ничего!» — прохрепел Уилл. «Я потерплю». И он терпел, превозмогая себя и желание броситься на ближайший корабль, идущий в Венецию. Оставаясь один, он выл от тоски, как ребенок, брошенный в доме. Всюду он видел и не находил Виолу, которая была ему сестрой, матерью, другом, порой любимой игрушкой, защитником, лекарем, кормилицей, его чернильницей, его пером, его словом, его наградой, его отражением. Может ли человек жить без своего отражения? Часто он ставил перед собой зеркало и разговаривал с ним, всматриваясь в собственные черты, не в силах отвести глаза от ее глаз, которые видел в зеркале, в которых видел ее. Нежно взятые руками уши вместе с локонами, взгляд, чусь из-под лоби, с улыбкой, лоб, прижатый к его лбу. Думая о ней, он всегда вспоминал эту их позу, полуобъятие, полуприкосновение, самое глубокое, самое сердешное. Он плакал, сгибаясь и сжимая пальцами локти, словно ударившись об острый угол. Джон Хэмминг и Генри Кондал видели, что с ним творится что-то неладное, но отвлеченные делами нового театра далеко не сразу заметили, что Себастиан словно испарился. Единственное, что однажды Уильям пробормотал при них, и они услышали, «Отныне один лишь я, все дочери отца, все сыновья его». «Уилл, что-то давно не видно Себастиана». «Один лишь я, все дочери отца». «Перестань говорить загадками». «Больше они ничего не добились». «Плохо дело», — сказал Джон. «Не иначе с ней что-то стряслось. Ты ее видел?» «Нет, уже давно. А он точно рассудком помутился. Надо спросить Филда». «Она ушла от меня, ничего не объясняя, в мае», — ответил им Ричард. «А что за причина?» «Он не знает». «А видел ли он ее после ухода?» «Нет, ни разу». Их поиски ни к чему не привели. Джек был подавлен, Филд явно растерян. Виола исчезла. Словно ее и не было. Близким друзьям ее и Уильяма в реальность случившегося верилось с трудом. В течение года Уилл вытаскивал себя из пустоты. Мостом над пропастью были весточки от сестры, которые она слала ему при каждом удобном случае. А друзья и работа просто не давали ему покоя. Как-то Бен Джонсон отправился к нему с предложением присоединиться к созданию и изданию поэтического сборника, в котором участвуют он, Джонсон, Марстон, Чепман и другие поэты, не пожелавшие открыть свои имена. Выслушав, в чем заключалась идея, Уильям согласился и взялся сам найти издателя. Он понял, что исчезновение Виолы вызвало печаль во многих сердцах и что не только он не мог забыть ее. В 1601 году в издательстве Ричарда Филда по заказу Эдварда Блаунта под именем Таркватта Чилиана, Таркватта Скрытного, вышел в свет сборник стихотворных произведений. Это был перевод с итальянского Роберта Честера, как значилось на титульном листе. Сборник назывался «Жертва любви» или «Жалоба Розалинды», аллегорически затеняющая правду о любви и жестокой судьбе Феникс и Голубя. Под заглавием стоял издательский знак Филда «Якорь надежды» Анкора Спеи. На титульном листе было написано «Книга не должна разгласить своего господина». Сборник Честера был посвящен теме преданного служения искусству двух любящих сердец. Авторы произведений, включенных в него, назвали героев «Феникс» и «Голубь», которые сгорели в пламени служения Аполлону. Но царственный Феникс поднялся из пламени, и это блестящее создание будет долго удивлять мир. За поэмой «Жертвы любви» следуют страницы со стихами, написанными пафосским голубем для прекрасный Феникс, как значится в подписи. В них немало строк совпадает дословно с текстами пьес, идущих на сцене Глобуса. «Голубь», — говорит Феникс, — «я буду твоим неизвестным голубем. Свои чувства и занятия я скрою, лишь эти строки могут открыть тайну моего сердца. Он называет свою возлюбленную, то он, то она». Между четвертым и пятым стихотворениями в сборник включена поэма «Феникс и голубка». «Птица с голосом, как гром, Житель важный пальм пустынных, Сбор труби для птиц невинных, Чистых, сердцем и крылом. Ты же, хриплый нелюдим, Злобных демонов наместник, Смерти сумрачный предвестник, Прочь, не приближайся к ним. Кровопийца нам не брат, Хищных птиц сюда не нужно, Лишь орла мы просим дружно На торжественный обряд. Тот, кто знает свой черед, Час кончины неизбежный, Диакон в ризе белоснежной, Лебедь песню нам споет. Ты, чей трижды длинен путь, Чье дыханье смерть надежде, Ворон в траурной одежде, Плачь и плакальщиком будь. Возглашаем антифон, Все и страсть, и верность хрупко, Где ты, феникс, где, голубка, Их огонь огнем спален. Так слились одна с другим, Душу так душа любила, Что любовь число убила, Двое сделались одним. Всюду врозь, но вместе всюду, Между двоих исчез просвет, Не срослись, но щели нет, Все дивились им, как чудо. Так сроднились их черты, Что себе-себя же вскоре Он открыл в любимом взоре, Ты, как я, и я, как ты. И смешались их права, Стало тождеством различия, Тот же лик в двойном обличье, Не один, а все ж не два. Ум с ума сходил на том, Что не то, на деле тоже, Сходно все, и все не схоже, Сложность явлена в простом. Стало ясно, если два В единицу превратилось, Если разность совместилась, Ум не прав, любовь права. Славь же, смертный, и зови Две звезды с небес любви, Скорбно плача у гробницы, Феникса и голубицы. Плач Юность, верность, красота, Прелесть сердца, Чистота здесь лежат, Сомкнув уста. Феникс умер, и она Отошла ему верна В царство вечности и сна. Не бесплоден был, о нет, Брак бездетный столько лет, То невинности обет. Если верность, иль, увы, Красоту найдете вы, То обман, они мертвы. Ты, кто верен и любим, Помолись на благо им Перед камнем гробовым. Под поэмой и плачем стоит подпись Уильям Шейк Спе Авторы всех стихов, включенных в сборник, Скорбят по поводу кончины голубя и Феникса. Эта пара не оставила наследника. Марстон пишет Это изумительное творение метафорично, Ибо оно не божество, не мужчина, не женщина, Но эликсир всех этих начал. Фениксы голубя называют царственными, Сиятельными, благороднейшими, Совершенными, божественными. Жизнь этой пары, их поэтические занятия Окутаны тайной, доступной лишь посвященному. Бен Джонсон пишет в стихотворении Феникс постигнутый Теперь пусть никто не посчитает выдумкой, Если такая приветливая, Достойная божественной любви птица Превратится в женщину. В Оде восторженной завершающей сборник Джонсон говорит о Феникс Как о реальной женщине. О великолепия, о блеск, Который никто не может затмить, Ее мысль быстра и оживлена, как огонь. Ее природный ум углублен ученостью, Ясен, как у висталки, Замкнут в орбите кристальной чистоты. Ее голос прекрасней тех, Которыми славятся места ее породившие, И при этом он смешан со звуком, Превосходящим возможности самой природы. Я отступаю и говорю, Ее достоинства глубже и значительнее, Чем это видно глазу, Но она не гордится ими И не хочет выставлять их на показ. 2 февраля 1602 года на Сретене Слуги лорда Камергера сыграли перед зрителями Миддл Темпл Холла новую пьесу «Двенадцатая ночь» Гимн любви, После которой их постоянный драматург, Коллега и друг Больше не написал ни одной комедии. Джон Маннингам, Представитель юридической гильдии Миддл Темпла, Записал в своем дневнике На нашем празднике играли пьесу Под названием «Двенадцатая ночь» Или что угодно, Сильно напоминавшую комедию ошибок Или «Менехме» Плафта. Но более всего она похожа на итальянскую пьесу «Плутовство». Название пьесы получила в честь Богоявления, Происшедшего на двенадцатый день после Рождества. Празднование же самого этого дня Восходит к временам короля Альфреда, Когда царило поверье, Что желания, загаданные на двенадцатую ночь, Непременно сбудутся. Второе название пьесы «Что угодно» Автор подарил всем с надеждой, Что их добрые пожелания обязательно исполнятся. Это история о серии Тоби Белче и серии Эндрю и Гьюичике, О Мальволю и Шуте Феста, Который пел о дожде, Об отважной Виоле, Которая переоделась юношей, И, найдя в честном капитане друга, Искала на берегах Иллирии Свою любовь, Уповая на встречу со своим братом Себастьяном, С которым родилась в один день и час, И с которым они были неразличимы, Как в волшебных зеркалах. В том же году Уильям уехал из Саут-Уарка. Дом на двоих был ему не нужен. Он нашел дом на Серебряной улице, Неподалеку от Вуд-стрит, Где жили филды, И делил плату с соседями, Семьей Маунт-Джой, Друзьями филдов, Членами общины гугенотов. Через год скончалась королева Елизавета. 19 мая 1603 года Новый король Яков Выдал патентную грамоту В пользу Лоуренса Флетчера И Уильяма Шекспира, Разрешавшую им давать спектакли Для развлечения наших дорогих подданных И для нашего утешения и удовольствия, Когда нам будет угодно их призвать. В их театре Глобус, А также во всех других городах И поселениях королевства. Труппу больше не называли Слугами лорда коммергера. Они стали слугами короля. Через несколько месяцев Их произвели в королевские коммердинеры, Вменив каждому в обязанность Носить леврею из пурпурного бархата, Элегантный апостокс и плащ. Главный хранитель королевского гардероба Составил список на получение 4,5 ярдов ткани. Первым в списке новых коммердинеров Был Уильям. За месяц до этого ему исполнилось 39 лет. Его племянникам, Близнецам Бенедикту и Беатриче, Родившимся неподалеку от Иллирии, Шел тогда третий год. Уильям все чаще думал о Стратфорде. Двумя годами раньше не стало Джона Шекспера. Пока Виола была рядом, Друзья шутили, что их драматург Управляет семью и силой мысли на расстоянии. Теперь он подолгу оставался в родном городе Еще и потому, что утешение, Словно в награду, Ожидало его именно там. Сюзанна, которой исполнилось 20, Стала еще больше похожа на него. Из непоседливого И смышленого ребенка Она превратилась в сильную, Сообразительную, ловкую девушку, Близкая и столь важное для него Напоминание Виолы И продолжение его энергичной молодости. За долгими разговорами, Делами их новых владений, Которые приобрел Уилл, Он замечал в дочери Те проявления характера, Которые ценил больше всего, Быстроту ума и смелость. Сью суждено было прожить Наполненную событиями жизнь, Не столь исключительную, Как ее отец, Но позволившую ей проявить В общении с людьми и поступках Свою одаренность настолько, Что в память о ней На ее могильном камне Осталась надпись, Которая начинается словами «Превосходя в остроумье Свой слабый пол, Мудростью славилась Мистерис Холл, Подлинно дар Шекспира, Сей дар благой, В воле того, Кто послал ей теперь покой». Общаясь со старшей дочкой, Он испытывал сложную гамму чувств. Это можно было сравнить С отпущением вины, С утолением жажды В засушливый год, С нечаянной радостью Человека, Не верящего в то, Что заслуживает этого. Она всегда хотела быть Рядом с отцом, Особенно после исчезновения Виолы, Когда не стало заботы И присмотра Совершенно необходимых При его неумении Щадить себя. Когда боль в груди Скрутила его в очередной раз, Сью привела в дом Молодого доктора, Джона Холла, Только что вернувшегося Из путешествия, Во время которого Он совершенствовался В своем ремесле. «Давайте, Мистер Шакспер, Посмотрим, Что с вами стряслось?» Сказал Холл. «Стряслось, разумеется!» Уилл морщился, Натягивая на лицо улыбку. «Видимо, Это все копье». «Перестаньте, отец!» Покачала головой Сью. «Вот неугомонный». «Кажется, Это верный диагноз», Сказал Джон, Осматривая и прослушивая Уильяма. «Неугомонность!» «С чем, сэр, Связаны ваши неприятности?» «Молодой человек, Сколько вам лет?» «Тридцать». «А мне сорок один». «Скажите, А вы через одиннадцать лет Захотите угомониться?» «Не исключаю». «Вот я и посмотрю на вас тогда». «Прекрасно, Значит, Через одиннадцать лет Мы с вами узнаем Результат нашего пари. А пока простите, сэр, Я вынужден просить вас Не говорить И дать мне возможность Вам помочь». Джон растирал спину Уильяма мазью И диктовал Сью состав трав, Отвар из которых Ей следовало приготовить. Боль отпускала, И Уилл с луковой улыбкой Наблюдал за лекарем И дочерью. «Так что же?» Спросил он Холла, Когда тот собрался уходить. «Каков ваш вердикт?» «Представляю я для вас Интерес». «Определенно, сэр». «Значит, Вам не осталось Еще что-то неразгаданное?» «Да, мистер Шекспер». «Превосходно!» А то я уж было Обеспокоился». «Мне нравится ваш настрой, сэр». «И мне ваш нрав Тоже по вкусу». «Приходите, мистер Холл, К нам в гости. Уверен, что мы найдем О чем поговорить, Кроме медицины». «Спасибо за приглашение. А сейчас вам надо отдохнуть. Всего доброго, сэр». «Отдохнуть?» «Дудке!» Подмигнул ему Уилл. «Ты бы присмотрелась к нему», Сказал он Сью, Когда Холл ушел. «Мне он понравился». «Мистер Холл прав, Ты неисправим. А я тебе говорю, Он нашей породы. Присмотрись И выходи-ка за него замуж. Отец!» 5 июня 1607 года Сюзанна Шакспер Вышла замуж за Джона Холла, Искусного талантливого врача, Ставшего другом семьи. Прошло еще пять лет, И 29 июня 1613 года, Во вторник, Во второй половине дня, Произошло событие, Навсегда возвратившее Уильяма Шакспера В Стратфорд на Эйвене. В глобусе в тот вечер Слуги короля Давали Генриха VIII. Сэр Генри Воттон, Придворный, Подробно описал, Что произошло Во время спектакля. Король Генрих устраивает Маскарад в доме Кардинала Вулси. Его выход сопровождается Пушечной стрельбой. Попавшая на крышу бумага Или еще какой-то материал, Подожгли солому. Сначала показался Просто дымок, На него зрители Не обратили внимания, Увлеченные пьесой. Все вспыхнуло, И огонь побежал По стенам, Будто цепь, И в течение часа Уничтожил весь дом До основания. Никто из зрителей Не получил Телесных повреждений, Кроме ожогов У одного человека, Который отважился Войти внутрь, Чтобы спасти ребенка. Закопченные, Взмокшие актеры Смотрели на угли, Пепел и обломки, Дотлевающие там, Где пятнадцать лет Они жили, Предаваясь Любимому делу. В доме, Отвоеванном И отстроенном Ими с такой страстью И надеждой, С такой любовью. У тебя дома что-то осталось? Спросил Бербидж. Он говорил о пьесах. Уилл покачал головой. Вообще ничего? Переспросил Ричард. Все было здесь. После ее... Он осекся. Сонеты и те куда-то пропали. Поэтому я все принес сюда. Все. Какой я болван! Олух! Все тексты пьес, Копии и списки ролей, Самое ценное и дорогое, Что давало театру жизнь, Исчезло навсегда. Все придется восстанавливать по памяти. Боже! Это невозможно. Простонал он. До того, как пьесы стали издавать для продажи, Хранить или держать рукописи вне театра Было не принято. Уилл и Виола выписывали каждую роль на свитке, Длинные бумажные полосы. Актеры носили их при себе, Заучивая текст. Авторская рукопись становилась Сценической книгой, В которую вносили поправки, Адаптируя текст для сцены. Все пьесы принадлежали театру, Становясь его собственностью. После отъезда Виолы, Уильям все, что оставалось, Отнес в театр еще и потому, Что в 1609 году Обнаружил пропажу папки С усилиями любви, Оставленной ему сестрой. В том же году он увидел сонеты, Изданные пиратским способом. Шейк Спиры Сонеты Было на титульном листе. Он винил себя за то, Что не уберег, Что позволил ворам Открыть всему свету Сокровенные истории И песни их любви. Как вымолить прощение? Когда сгорел глобус, Уильям даже подумал, Что это возмездие. Театр можно восстановить, Утешал его Джек Эджерли. Пустое. Пора ставить точку, Джек. Все пропало. Человеческая память Недолговечна. Феникс улетел. Так видно должно быть. Не падай духом. Был. Напиши ей о случившемся. Она никогда не бросала тебя в беде. Он оторвал ладони от лица. Нет. Нет. Ни за что. Ты говорил, что виделся с Томом. Он приезжал в апреле И жил здесь два месяца, А ты в это время был в Стратфорде И запретил писать себе. Да. Сказал Уиль. Судьба. В конце лета и всю осень 1613 года Слуги короля гастролировали в Фолкстоне, Оксфорде, Шрусбери и Стратфорде. Уил оказался в родном городе, Можно сказать, вовремя. Его дочь Сюзанна подала в суд на соседа, Джона Лейна, за клевету. Он распространял слухи, Что она вела себя дурно с Рейфом Смитом, Иными словами, спала с Рейфом Смитом. Уильям успел на слушание. Подумать только, история повторяется. Уже ли впрямь молодым, сильным, умным, веселым женщинам С его внешностью, одной с ним крови, Носящим его фамилию, На роду написано отстаивать свою честь От мерзких обвинений. Он вспомнил о том, что произошло в 1582 году Свиолой незадолго до появления Сьюна Свет. Ей-богу, мир не меняется, и люди вместе с ним. Дело приобрело такое звучание, Что слушалось в Устерском епархиальном соборе. Джон Лейн в суде не появился, И не был допрошен. Сюзанна Холл выиграла процесс, А Джона Лейна отлучили от церкви. Или все-таки он меняется, Этот мир. Весь следующий 1614 год Уильям провел в Стратфорде. Ему исполнилось 50. Еще через год он, Назначив Джона Холла, Своего зятя и друга, Доверенным лицом, Несколько раз ездил в Лондон Оформить бумаги и навестить старых друзей. От Джека он узнал, Что корабли капитана Хартли Вновь приходили в столицу. Они оба здоровы, Сказал Джек. Уилл улыбнулся и кивнул. Он знал это. Ни расстояния, ни года Не отняли у него способность Чувствовать ее и что с ней, Где бы она ни была. 23 апреля 1616 года, Когда им свела исполнилось 52, Он пожелал ей прожить Еще ровно столько счастливых лет, Сколько она провела В трудном и долгом пути К нынешней своей жизни. Прикинув, он улыбнулся. Ровно 35. Он пошатнулся и опустился в кресло. Тишина и свобода Разлились в сердце, Вдруг забившимся сильно, Как в молодости, И тут же переставшим биться. В этот день он родился. В этот день он ушел. Дальше. Над холмами, над долами, Сквозь терновник по кустам, Над водами через пламя, Я блуждаю тут и там. Так, кто однажды играла Царицу Фи в паре с ним В роли Аберона, Нарушая традиции и установление Театра, принадлежащего Только актеру-мужчинам, Писала ему письма, Стойко и терпеливо переживая разлуку, И просила, сохраняя их В сердце, сжигать. Первую итальянскую весну Она провела в блаженном Ничего не делании. Вернее, все время было заполнено Непривычными для нее делами. На нее теплой мягкой лавиной Лился солнечный свет, Ароматы незнакомых цветущих растений И незнакомые звуки. Приходилось привыкать К местной моде, манерам, вкусам И нравам, прислушиваясь к языку, Даны незнакомому ей Только по книгам И по говору итальянцев, Появлявшихся на улицах Лондона. Чита Артелли, как называли их, Переиначив имя по-итальянски, Была принята в обществе, Тем более, что Тома знали давно, А его красивая, остроумная И ни на кого не похожая жена Всем пришлась по душе Своим добрым и открытым нравом. Временами Том уезжал по делам Во Флоренцию и Верону И брал жену с собой. Верона восхитила ее, Флоренция ошеломила. Но сердце свое Она отдала Венеции С ее лучезарными водами. Венеция представлялась ей Раковиной, наполненной жизнью, Переливающейся всеми оттенками Своего перламутра. Прожив в холодной северной стране, Виола, имея возможность Правнивать, Изумлялась щедрым дарам, Полученным от Создателя, Жителями этого благодатного края, И тому, что сами они об этом Не догадывались. Солнце всходило здесь иначе, Заливая город и лагуну Жемчужным, переливчатым светом. Ясные рассветы, Теплые ночи с открытыми окнами, Когда ласковый воздух Подобен легкому шелку Даже ранней весной и поздней осенью, И жара летом Были обычным явлением. Жена капитана Хартли Привыкла жить в тепле. Она не заметила, Как изменилась ее осанка. Теперь не приходилось Сжиматься, пряча лицо от ветра И напрягая мышцы от холода. Ее плечи и спина Распрямились, Волосы приобрели Густой оттенок цвета Дубовой коры, Кожа постепенно напитывалась Полюбившимся ей Оливковым маслом. В ее жизнь вошли Красивые ткани и украшения. Она с наслаждением Охотилась за всякого рода Женскими трофеями. Том любуюсь наблюдал За происходящим, Погружаясь в ее С каждой неделей Расцветающую красоту. Жена отважного морехода, Просветителя и филантропа Писала о нем брату. Я знаю, Порой за благородным Обликом и статью Скрывается низкое сердце, Но мне сдается, Что Бог на то подарил Ему такие черты, Крупные и заметные, Легко и быстро Передающие его чувства, Чтобы и тот, Кто наделен скудным зрением, Смог угадать В его лице его душу. Его лицо Зеркало его помыслов С открытым, Прямым и смелым взглядом, С улыбкой не только Милых губ, Но и прекрасных глаз. Она полюбила его, Читая письмо, Думал выл. Но Том понимал, Что это не так. Она все время будто Говорит с кем-то про себя, То ли с братом, То ли еще с кем-то, С кем рассталась. Я хочу, Чтобы она увидела меня, Заметила меня, Говорила со мной. Не знаю, Как это объяснить, Но со мной ее нет, Признался он однажды Своему лекарю, Персидскому врачу, Которому иногда Поверял сокровенные мысли. Этот врач, Приглашенный однажды К Виоле Артели, Глядя на нее Огромными глазами, Похожими на темные топазы, Успокоил ее Всего тремя словами И плавным жестом. Горячая мягкая рука С длинными тонкими пальцами Легла на ее живот. Бояться не надо, Успокоил он. Секунда, Две, Три, Тук-тук, Тук-тук, Из-под кожи в ладонь Ударил пульс, Виола вздрогнула Сердце. И еще одно. Всего два. Как две капли воды, Похожие друг на друга На своего отца, Ясноглазые, С каштановыми кудрями, Громкие и большие, Дети Тома и Виолы Появились на свет 19 июля 1600 года. Мальчик и девочка, Бенедикт и Беатрича. Словно вновь принялась За дело та звезда, Что улыбалась И отплясывала в небе, Когда рождались Виола и Уилл, Гемнет и Джудит. В 1603 году Виола решила Обсудить с Томом Возможность строительства Или приобретения Виллы на побережье. В первые годы Их жизни в Венеции Они снимали этаж Палаца семьи Кавалли. Этот дом, Как корабль, Стоял среди волн, Смотрел в лазуревый простор, Обдуваемый Теплыми ветрами моря. Строительство Их собственного дома На одном из соседних каналов Уже велось, Но Виоле С ее любовью к просторам, Полям и лесам Не хватало земли. Том Боюсь, им уже не хватает места. Полусонный Том Ответил, Не поднимая головы С ее плеча. Кому и где? Бену и Бетте. Им пора учиться Ездить верхом, Фехтовать, Да и просто бегать И плавать. Я сама смогу Научить их кое-чему. Хм, Сама? Ну, Если бы кое-кто Не пропадал По полгода На другом краю света, Можно было бы Перепоручить это Кое-кому. Но кое-кто Появляется в доме, Когда дети успевают Подрасти Еще на 4 дюйма. Что ж, Стало быть, Мне остается Только принимать экзамены. Вздохнул Том, Не меняя позы И не открывая глаз. А может, Мне кого-нибудь Из них в юнге забрать? Глядишь, И тебе забот Вдвое меньше. Кого-нибудь И кого же? Том ухмыльнулся И поежился, Прижимая ее крепче. Да какая разница? Они же одинаковые. Палладианская вилла Вместра Встретила их Год спустя После терпеливых поисков. Заказывая Новый декор Этого дома Вместра, Том помнил О своих Любимых античных Образах Посейдоне И Амфитрите. Эта пара, Облеченная Властью над водой И окруженная ею, Была для него Не только метафорой. Они как будто Стали для него Явью, Символом И значением Его собственной судьбы. Виола Со своей страстью К загадкам Нашла идею Росписи Плафона В их спальне Забавной. Художник Создал фреску, Мастерски Выдержав сюжет, Угадав В заказчиках Присущую им Меру смелости И деликатности, Чувственной Открытости И взаимной Сокровенности. Тритон Инириида Назвал он ее, Зашифровав В изображение Символа власти И имена Водных богов, Равно как и Облик Хозяев дома. Поэтика Телесного воплощения Застигла Виолу Однажды Почти врасплох. Это было Во Флоренции. В первый раз Это произошло У восточных Ворот Баптистерия. На панели, Повествующей О жизни Ноя, Спиной ко всем У огня Стояла женщина, Слегка откинувшаяся Назад, Чуть отставив Высвободившуюся До колена Из-под длинных Одежд Правую ногу, Едва повернувшая Влево голову С убранными На затылок Волосами. Видишь, Это ты, Сказал Том. Такое же удивление Ожидала Виолу Недалеко От Баптистерия. Они направились От Санта-Мария Дельфьорок Пьяца Синьории Павея Дели Кальца Йолли. Здесь, В самом сердце Города Стоит Орсан-Микеле Церковь, Построенная Могучей гильдией Флорентийских Ремесленников. В начале 15 века Для ее Украшения Скульпторы Донателло Нани Ди Банко И Лоренцо Гиберти Создали Группу Героев Бессменную Стражу Святых И мучеников Охраняющих Город Его интеллектуальное И материальное Благосостояние Они стоят В угловых Нишах Никогда Прежде Скульптуры На зданиях Не размещались Так близко К людям Среди Них Виола Увидела Святого Георгия Работа Донателло Это его Она молила О спасении Уильяма И вот Он стоял Перед ней Таким Как она Представляла Очень молодой Красивый Думающий О чем-то Немного Надменный И одновременно Очень уязвимый Живой Человек Не знающий Что судьба Обрушит На его голову Виола Уже Видела Другие Работы Мастера Благовещения И Марию Магдалину Давида И другие Скульптуры Донателло Бесконечно Разнообразный Взволновал Виолу Еще и потому Что она Долгие Годы Была Живым Свидетелем Блистательного Воплощения Гениальности Подобного Рода Способной Без малейших Усилий Переходить От высокого К жалкому От смешного К трагическому Поэтического Дара Своего Брата На площади Сеньюрии Они остановились Перед Статуей Давида Виола Потеряла Дар Речи Перед ней Стоял Том Гигант Созданный Великим Мастером Лицо Было Другим Но тело Она смотрела То на Тома То на скульптуру Том не заметил Ее состояние Отвлекшееся Настоящую Близко Статую Посейдона Непостижимо Все Что ей казалось В Томе Нарушающим Гармонию Возвышалось Перед ней Как бесспорное Воплощение Этой гармонии Гений Микеланджело Извоявшего Ветхозаветного Героя Таким Словно Приказывал Ей Увидеть Очевидное Жизнь Их семьи Была наполнена Не только Повседневными Заботами Масштабными Делами Тома И новыми Знакомствами Они Продолжая Оставаться Интересными Друг для друга Любили путешествовать И жадные До впечатлений Получали удовольствие От всего нового Что им встречалось Виола Не захотела Быть исключительно Светской дамой Однообразной И скучно Проводить время Деятельной От природы Она с интересом Погрузилась В дела мужа Как оказалось И хорошего Учителя Скоро Она начала Заниматься Вопросами Его компании Решать Которые Следовало Регулярно Что в его Отсутствие Было Особенно Важно А свой Глаз Всегда Надежнее Чем Верный Но Наемный Появление Городов В случае В случае Если они На собственные Средства Открывали Заведения Приносившие Горожанам Ощутимую Пользу Это могли Быть больницы Приюты Школы И мастерские Том и Виола Озабоченные Будущим Семьи Искали Возможность Найти Дело Которое Решило Проблему Их Спокойного Существования И в то же Время Позволило Направить Большие Средства Предназначенные На благотворительность В полезное И перспективное Дело Они Обсудили Разные Варианты И остановились На школе Скола Скола Печатников Основанная Четой Артели Получила Имя Святого Гульельмо Венеция В это Время Была Столицей Печатного Дела И Книгоиздательства Скола Артели Помимо Сугубо Профессиональных Знаний В программу Обучения Включала Изучение Иностранных Языков Подготовку Художников Играйверов А также Торговых Посредников И распространителей Печатного Оборудования И книг Управляла Школой Супруга Патрона Синьора Виола Артели Жизнь На родине Не позволяла Виоле Расслабляться Поэтому и здесь Она умела Располагать Своим временем Так Чтобы его Хватало На все Няня И наставники Лишь помогали Ей воспитывать Детей Спасибо Франческо Виола Вошла В зал Где наставница Итальянка Обучала Бенедикта И Беатричи Игре На цитре Бен Обессиленно Вздохнул Я устал Он притворяется Воскликнула Бетя Я знаю Мамочка Давай поразговариваем Подбежала К ней Дочка Малыши Любили слушать Когда Виола Рассказывала Им сказки И истории С продолжением Поразговариваем Так однажды Назвала Эти истории Бетя Всем полюбилась Это словечко Оно стало Семейным Виола Повела Плечами Ты что-то Сказала Засмеялся Бен Да Ответила Она Мы ведь Сами состоим Из слов Мы состоим Помните Что сказано Вначале Было слово И слово Было у Бога И слово Было Бог Оно было Вначале У Бога Все через Него Начало быть И без Него Ничто Не начало Быть Что Начало Быть Только Выразить То что Мы хотим Можно И без Слов Можно Даже Не видеть Лицо Человека Или Видеть Только Его Глаза Но Понять Что Он Хочет Сказать Как Это Ну Вот Смотрите Можно Рассказать О том Как Утро Меняется Днем А День Сменяет Вечер Без Слов Одним Лишь Выражением Она Замолчала На секунду Прикрыв Глаза Потом Открыла Их Без Улыбки С выражением Холодным Почти Мрачным Слегка Усталым Но Скорее Равнодушным И отстраненным Чем Хмурым Ночь Сказал Бен Ее Взгляд Едва Коснулся Его И стал Меняться Она Словно Просыпалась С каждой Секундой В ней Прибавлялась Жизнь Улыбка Подернула Губы Веки Приоткрылись Шире Рассвет Произнесла Бетя Лицо Улыбнулось Глаза Смотрели Спокойно И мягко Потом Вдруг Она Увидела Что-то И в Ее Взгляде Появилась Деловитая Сосредоточенная Серьезность Полдень Отозвался Бен Взгляд Стал Цепким Внимательным Острым А лицо Выразило Деятельный Интерес Потом Вновь Появилась Улыбка Дымкой Усталости Вечер Сказала Бетя Взгляд Замер Остановился Острый И ясный Выражение Лица Стало Строгим И гордым Точно Скрывающим Тайну Полночь Прошептал Бен Виола Опустила Плечи И улыбнулась Браво Зааплодировали Дети Она Поклонилась Затем Взяла Шелковый Платок Сложила Его вдвое Поднесла Было К лицу Или Вот что Дети С любопытством Следили за ней Теперь Отгадайте Что я буду Говорить Без слов Но уже По-другому А как Ты это Будешь Делать Спиной Она Подмигнула Им Отвернулась Расправила И расслабила Плечи Ты готова Перевел Бенедикт Хорошо Отозвалась Она Плечи Приподнялись И выдвинулись Вперед Она наклонила Голову Ты боишься Сказала Беатрича Правильно Правое Плечо Отклонилось Вниз Левое Приподнялось Руки Легли На талию Голова Повернулась Влево Ты лучше Всех Ты хвастаешься Экко Вот видите Дети Дети Снова Захлопали В ладоши И еще Можно Многое Сказать С танцем Она Приняла Исходную Позу Вольта Но И это Не все А вот Теперь Виола Снова Взяла Платок И повязала Его на лицо Точно Маску Оставив Только Глаза Улыбаться Спрашивать Сердиться Сомневаться Соглашаться Признаваться В любви Можно И без слов И без движений Только Глазами И тут Выражение Ее глаз Стало Меняться Передавая Им Чувства И действия Только Что Названные У кого Ты так Научилась Спросил Бен У одного Актера Он Часто Делал Это Глядя На свое Отражение А потом То же Самое Повторял На сцене И В жизни Тоже Она Помнила Как часто Уильям Проделывал Это Иногда Сидя Перед Ее Маленьким Зеркалом А порой Они Тренировались Вместе Глядя При этом Друг На друга Где Он Сейчас Быть Может В эту Самую Минуту Он Повторяет Свои Приемы И Вспоминает О своем Отражении О ней Вот Бы Так Суметь Но Ведь Это Трудно Бен Перевел Глаза Слева Направо Придерживая У лица Платок Который Сняла Себя Вела Игра Это Огромный Труд Как Всякий Честный Труд Этот Вот Актер Воображение Вымышленной Страсти Так Поднял Дух Свой До Своей Мечты Что От Его Работы Стал Весь Бледен Увлажен Взор Отчаяний В лице Надломлен Голос И Весь Облик Вторит Его Мечте Дети Притихли Прислушиваясь К тишине В которой Казалось Воздух Как Волны Еще Расходился В ритме Произнесенных Строк Встречала В городе Знакомые Лица Из мест Где Играли Слуги Лорда Камергера Однажды Она услышала Как двое Неторопливо Шедших Позади Нее По узкой Улочке Англичан Говорили О спектакле Который Месяц Назад Один Из них Видел В Лондоне Она Замедлила Шаг Чтобы Не упустить Ни Слово Они Говорили О Троили И Крисиде Новый Только что Написанный Поставленный В глобусе Пьесе Ироничный Сатиричный Даже Злой Высмеивающий Самоуверенности Ханжества Придворных Мерзость Придворной Любви И гадость Предательства Говорят Рассказывал Недавний Зритель Своему Собеседнику Что автор Так напрягался Когда писал Ее Что получил Нервное Расстройство Или Когда играл В ней Получил Его Словом Перестарался Бедняга Но там И впрямь Есть отчего Она Она готова Была Расставить В воздухе Чтобы оказаться Рядом С братом И решила Не откладывая Плыть В Лондон Утешить И успокоить Ее Тому Не удалось Это сделал Сам Уильям Он приснился Ей Он смотрел На нее Ясными Молодыми Глазами Проснувшись Она поняла Что он успокоил Ее С ним Все в порядке Ее Жизнь Замерла В оцепенении В мае 1616 Джек Эджерли Передал С одним Из знакомых Приехавших В Венецию Страшную Весть Больше Полугода Виола Не произнесла Ни слова Только В декабре Речь Вернулась К ней Бывают Близнецы Чьи последние Земные Дни Столь же Близки Во времени Как все События Их Жизни Другие Уходят В разное Время Один Покидая Мир Будто Отдает Свои Жизненные Силы Тому Кто Остается Вильям Подарил Виоле Силы На долгую Жизнь Своих Правнуков Она Дождалась Прожив До 96 Лет В семье Своей Дочери В 1615 В 1615 Себастья В 1615 Из семьи Франкфуртских Кожевенников Пустился В многолетнее Странствие По городам Италии В 1619 Году Он добрался До Венеции Тогдашней Столицы Издательского Мира Себастья Женился На Беатриче Артелле Дочери Покровителя Школы И увез Ее В родной Франкфурт Перед свадьбой Себастьян Себастьян Сделал в подарок Родителям Невесты Гравюру С изображением Венеции Ведуту Вид города С высоты Птичьего полета Через два года Копия его работы Миссис Хартли Синьора Артели Привезла в Лондон Ее путь К родным берегам Проложил Уилл Спустя годы Пьеса Восстановленная После пожара По памяти Самим Уильямом А после его смерти Его друзьями Актерами Все еще Служили театру Но с течением лет Тексты уже не могли Сопротивляться Невольному Или намеренному Искажению Или появлению Изданий В которых Не значилось Имя автора Джон Хемминг И Генри Кондал Двое друзей Виолы и Уильяма Актеры Слуг короля Сохранившие с ним Дружеские отношения До конца его дней Наблюдали за происходящим С объяснимой тревогой Им обоим Уилл завещал Памятные кольца Эти символы Дружбы Память о друге И преклонение Перед его гением Побудили их Взяться За нелегкий труд Они решили Собрать Все написанное И изданное Под авторством Уильяма Шакспера С тем Чтобы затем Издать В одном сборнике Сохранившиеся Несколько месяцев Работы Завели их В тупик В собранных Текстах Было невероятное Количество Ошибок Разночтений Недостающих Фрагментов Противоречий И просто Несуразец Они пришли В ужас Понимая Что в таком виде Издать сочинение Друга Значит оскорбить память о нем В момент наивысшего отчаяния Светлая мысль осенила их Может быть Есть на земле Человек Единственный Из всех Кто знает Все Что написал Уильям Как сам Уильям Никто Никогда Не слышал Что Виола Погибла Уилл Никогда Не говорил О ней Как об Умершей Ее Исчезновение Было Так Внезапно И подозрительно Что Должен Жи быть Кто-то Знающий Что-либо Об этом Собрав Обрывочные Сведения У Сью И Джека Эджетли Они И сами Вспомнили О капитане Которого Встречали В доме Уилла И Виолы О его Близких Отношения С сестру И братом Вспомнили Что он Помогал Им Переносить И строить Их Глобус Связав Все Воедино Друзья Поняли В каком Направлении Должны Искать Они Прибыли В Венецию Весной 1621 Года И остановились В отеле Лилия На окраине Джудекки Уже На следующий День Генри И Джон Стояли В портале Палаца Артели Как Прикажете Доложить Сеньора Им Навстречу Спустился Молодой Человек Лет 20 Высокий Стройный С каштановыми Волосами Обрамлявшими Лицо И светлыми Зеленоватыми Глазами Приветствуем Вас Сеньор Не затруднит Ли вас Передать Хозяину Дому Что прибыли Обозрительные Личности Хозяина Нет Дома Но я могу Передать Ваши Слова Его Супруге Окажите Такую Любезность Сеньор Бен Удивился И поднялся К матери Мам Там внизу Двое Они просят Передать По-моему Они англичане Говорят Обозрительные Личности Обозрительные Личности Виола Замерла Джон И Генри Ждали Внизу В холле Когда На верхних Ступенях Лестницы Показалась Фигура Которую Каждый Из них Узнал Бо Из тысячи По одному Только стройному Гибкому Силуэту И по Характерному Венчику Кудрявых Волос На чуть Откинутой Назад Голове Когда Она являлась Им в охотничьей Одежде Мальчишки В одежде Юноши В платье Белошвейки В переднике Кухарки В костюмах Гертруды И Титании Когда Штопала И подшивала Их Примеряя На себя Теперь Одетая В шелк Цвета Лазоревой Воды Этого Города С открытой Шеей И плечами По свободной Венецианской Моде С розы Ветров На цепочке С бегающей Тонким Поясом Стали Она была Все та же Улыбающаяся Все сомнения Растапливающей Улыбкой У них Перехватило Дыхание На них Смотрело Лицо Друга Ее И его Лицо Двух Друзей Вернуть Одного Из которых Они Прибыли Сюда Боже Милостивый Прошептала Она Джон Генри Они Поднялись На несколько Ступеней Она Спустилась К ним Обнимая Их Она Обнимала Лондон Молодость Уилла Ричарда И все Что она Любила Мой Милый Брат Воскресший Себастьян Смеясь Сказал Генри Сестра Моя Воскресшая Виола Вторил Ему Джон Слезы И слова Обжигали Их Они Немного Успокоились Лишь Через Какое То Время Высвободившись Из их объятий Виола Вытерла Глаза Тыльной Стороной Ладони Вы Где-то Остановились В Лилии Я Пошлю За Вашими Вещами Вы Останетесь У нас Том Будет Рад Очень Да И Бен Тоже Кто Сын Мой Сын Да Вы Видели Его Только Что Он Учится В Падуе А Домой Приехал На Пасху Как Это Удивительно И Прекрасно Что Вы Приехали На Светлую Неделю И Что Нашли Меня Вот Мы Собственно Говоря Затем И Приехали Сказал Джон Когда В тот же День За Обедом Они Рассказали Ей О том Что Стало Причиной Их Долгих Поисков Которые Закончились Венеции Издать Полное Собрание Пьес Помоги Нам Восстановить Их Ты Одна Можешь Это Сделать Пройдет Еще Несколько Лет Все Забудется Да И Мы Не Вечно Мы Собрали Все Что Помним Нашли Все Что Было Напечатано Но Многого Не Хватает А Есть То Из-за Чего Мы Посрывали Глотки Каждый Твердит Что Помнит И Не Разобрать Что По Уиллу А Что По Нашей Прости Господи Премудрости На Тебя Одна Надежда Ради Него Виола Она Тихо Сказала Все Годы Я Думала Об Этом Значит Настало Время Это Его Знак Целый Год Они Работали Над Восстановлением Текстов Соединяя Разрозненные И Чередуя Их По Времени С Теми Что Сохранились В Ранних Изданиях Виола Правила И Сверяла Вспоминала И Снова Правила Все Что Было Когда То Написано Пьесы Уильяма Появившиеся После Ее Отъезда Записали Генри И Джон Она Вносила В них Незначительную Правку Соответственно Стилю Брата Более Тысячи Строк Заполнившие Пробелы И Целые Лакуны Залатали И Залечили Пробоины И Трещины Многострадальных Текстов Детище Уилла Вновь Были В родных Руках Вспоминая И Лелея Строки Прежде чем Перенести Их Чернилами На бумагу Она Вновь Прикасалась К нему Она Вновь Утешала Радовала И Грела Его В своем Сердце Тридцать Шесть Пьес Расположили В таком Порядке Комедии Буря Два Верунца Виндзорские Насмешницы Мера За меру Комедия Ошибок Много Шума Из ничего Бесплодные Усилия Любви Сон В летнюю Ночь Венецианский Купец Как вам Это понравится Укращение Строптивой Конец Дело Венец Двенадцатая Ночь Зимняя Сказка Хроники Дроник Ромео И Джульетта Тимон Афинский Юлий Цезарь Магбет Гамлет Король Лир Отелло Антони И Клеопатра Цимбелин В апреле 1623 Виола Сыном Бенедиктом Поднялась На борт Вероны Взявший Курс На Лондон На следующий день После их отплытия Том уходил На Турине К берегам Индии До самого Рождества Прощаясь С ними На борту Перед тем Как сойти На причал И проводить Корабль Том Долго Смотрел На Виолу Словно Стараясь Запомнить На предстоящий В разлуке Год Время Пройдет Незаметно Сказал он Как всегда Когда работы Много Ответила она В этот раз Особенно Кивнул он Поклоните От меня Уиллу Повидай Джека И возвращайся Ви Он Помолчав Добавил Я знаю На родных берегах Сколь бы дороги Нам не были эти Всегда найдется то Что кажется Не отпускает Поверь Я знаю Я чувствую Это всегда Но возвращайся Назад Я очень Прошу тебя Я буду Ждать вас На сей раз Мы с Беатричей Будем ждать вас К Рождеству Храни вас Бог Том Виола Обняла его Она снова Промолчала Обо всем Что давно Хотела сказать ему Где я была До тебя Меня как будто Вовсе не было И где ты Был до меня Меня не было Пока ты не Прикоснулся Ко мне Мы оба Родились там В Хемстонском Пруду Если бы мы Могли родиться Заново Я бы хотела Встретить тебя Прежде всех Иных Моих встреч В июне Верона Под управлением Старшего помощника Тома Мартина Кричета Вошла В лондонский Порт Том был Прав Через 25 лет Разлуки Родные берега Обнимают Крепче прежнего Джек Эджелли Женился У него Родились Две дочери И два сына Старший Носил его имя И продолжал Книжное дело Отца Ричард Филд Женился Во второй раз Жаклин Не стало В марте 1611 года Его вторая Жена Джейн Родила ему Троих сыновей И двух дочерей Вновь Молитвы Виолы Были услышаны Ричард Сохранил себя В любимом сыне Сью Встретила ее В Стратфорде Виола Смотрела на ее Лицо В глаза И словно Видела Сорокалетнего Выла Она прошла В церковь Святой Троицы Где его Крестили Стоя на коленях Возле северной Стены И сложив Молитвы на руки Виола Читала строки На плите И слышала Вновь Его живой голос Он был Здесь Он был Так близко Добрый друг Ради Иисуса Берегись Тревожить Прах Погребенный Здесь Благословен Будь тот Кто пощадит Эти камни И проклят Будет тот Кто потревожит Мои кости Мистера Мистера Уильяма Шекспира Комедия Хроники И трагедия Напечатана С точных И подлинных Текстов Первое полное Издание Его произведений Вышло В свет В 1623 Году Благодаря усилиям Издателей Уильяма Джагарда Эдварда Блаунта Джона Смитвика Уильяма Аспле Актером Трупа Слуг Короля И поэта Бена Джонсона О работе с текстами Джон Хемминг И Генри Кондал Написали в предисловии Признаем Было бы желательно Чтобы сам автор Дожил до этого времени И мог наблюдать За печатанием Своих произведений Но так как Суждено было иначе И смерть Лишила его Этой возможности То мы просим Не завидовать Нам его друзьям Принявшим на себя Заботу и труд Собирания И напечатания Его пьес В том числе тех Которые ранее Были исковерканы В различных краденых И незаконно добытых Текстах Искалеченных И обезображенных Плутами И ворами Обманно издавшими их Даже эти пьесы Теперь представлены Вашему вниманию Вылеченными И все их части В полном порядке Вместе с ними Здесь даны В полном составе И все его прочие Пьесы в том виде В каком они были Созданы Их творцом Под портретом Работы Мартина Дройсхута Бен Джонсон Разместил обращение К читателю Фигура Та, что видишь ты Шекспира Обрела черты Гравер Борьбу с природой Вел Но жизнь Саму Не превзошел О, если б он Заставил медь Шекспира Ум запечатлеть Подобно лику Оттиск сей Все б превзошел Ценой своей Смотришь, читатель Вняв совету Не на портрет А в книгу Эту Виола Исполнила Главный долг Своей жизни С легким сердцем Она вместе С сыном Возвращалась Домой Все, чего Она опасалась Возвращаясь На родину Слетела С ее души И не оставила Следа Что это Время Возраст Или мудрость Которая иногда Посещает избранных Где ее Любовь Которая принесла Ей столько Счастья И столько горя Растворилась Тогда Что же это было Она вспоминала Разговоры Об этом с братом Он говорил Что самым высоким Самым достойным И совершенным Чувством Которое может Испытывать человек Является дружба Ни любовь Ни страсть От которой иные Порой умирают А иные Совершают преступления Любовь Может быть Счастливой Но стоит ей Оказаться Безответной И она Оборачивается Страданием Дружба Тем вернее Что она Всегда взаимна Она может Обходиться Без признаний Когда-то Она думала Что любовь Станет для нее Наградой Теперь она Видела Что жизнь Была вдохновлена Была вдохновлена И сохранена Другим Дружба Явилась Ей Главным Даром Надежной Защитой Талантом Ни любовь Ни лицедейство Ни разного рода Занятия И интересы Ни даже Поэзия Не были с ней Столь постоянны Как дружба Со всеми Кто играл В ее жизни Главные роли Для Выла Она прежде всего Была другом Том Встретив ее Однажды Стал ее Другом Добрым Другом Что значило Их с Томом Жизнь Как назвать Эту взаимность Первое Что я скажу Ему Когда мы Встретимся Думала она Вглядываясь В горизонт То что Не решилась Сказать Перед отъездом Они Не встретились Том Не вернулся